Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Отдел взыскания компании Сиквоя Кредит Концерезвещен. Скажите, могу я услышать Татьяну? Чем она вам? По поводу задолженности перед банком прозваниваю. Необходимо с ней поговорить. Вы из банка? Нет. Отдел взыскания Сиквоя Кредит Концерезвещен. Я же вам представила компания. А какое отношение вы имеете к моей сутуге? Работаем по агентскому договору с банком. Ну работаете. Звонить зачем? Что значит звонить зачем? Ну я и спрашиваю, зачем? Не надо донести информацию. Банки предлагают оплатить за должность 100 акций в попрощении с такой станции. Нужно донести информацию, условия акции рассказать. Ну, не надо вам никаких акций. Банк все... Заживайте, а как так банк вам передал это? Что за глупости? Мы отозвали согласие на обработку персональных данных, передачу информации третьим лицам. Слушайте меня? Она нарушила. 819 статью она нарушила. Еще раз повторяю, это банк должен теперь выяснять, а не вы. Банк вправе сделать переуступку прав требований. Если есть согласие клиента, клиент отозвал свое согласие. Вы сейчас нарушаете 230 статью федерального закона. Ознакомьтесь с кредитным договором, где она поставила подпись, а потом со мной в спорте. Так она поставила подпись, согласилась, и в тот же момент, я еще раз вам объясняю, она отозвала свое согласие. Это можно сделать в любой момент. Вот, 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 а вы что тут мне хрюкаете в труппы? Я вообще сейчас вас оскорблять начну, вы неправомерные действия тут осуществляете, мне в семью звоните. Пусть я отвечаю за оскорбление. Давай, тварь тупая. Давай, как я ответил? Смотри, у меня только настроение улучшилось. Вы говорите, говорите, у меня тоже, мне смешно слушать мужика. Смешно тебе слушать? Тебе лечиться надо, а не слушать вообще. Коллектор странный. Это низко. Как это? Низко, высоко. Это мне решать, низко. Да, я хам ублюдочный. У вас долги у вашей жены, долги, а вы не слушать. Ничего тебе. Да нет у меня никаких долгов и у моей жены, понятно? И не твое это собачье дело, выяснять у кого какие долги. Попрошай ко мне. Что-то из... Вы еще там что-то из себя думаете представляете? Идиотками. Ну что ты там еще мне расскажешь? Такую мелкую сумму выплатить, это позор. Да тебе не все ли равно, кто кому какие суммы, мелкие или крупные, должен. Иди что мне. Она будет, вы представляете. Я доведу дело до суда. Будет ему все расхлачиваться. И потом я посмотрю, кто будет. Кто? Ты доведешь дело до суда? Да. Я доведу дело до суда. Слышишь, у тебя там это самое... Ничего вокруг головы не возникло там? Ты еще до высшего суда доведи дело, а? Нимф такой, знаешь, архангел сраный мне. Запомните... До суда надо ведет дело. Оксана Николаевна, меня зовут, запомните, пожалуйста. Как тебя зовут? В суде. Кирканова Оксана Николаева. И что мы с тобой в суде будем делать? Слушай сюда, меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. А я назову ролик в Ютьюбе. Человек, который доведет дело до... А коллектор, который доведет дело до суда. Посмотри. Вот прям так назову. Коллектор, который доведет дело до суда. Зайди, прям набери и попадешь на мой канал. Вы позорите себя в интернете. Да, вот ты услышишь, увидишь и поймешь, кто кого позорит. Да мы... Я поговорю с вами потом. Позори суда. И посмотрим. Слушай, вон смешила впервые. У меня там, по-моему, около 500 роликов выложено. Впервые такая самомнительная появилась. Что ты можешь? И образование юридическое позволяет заявление таких дел? Конечно, я за 12 лет, за 12 лет. Очень многих. Слушай, на основании какого закона ты будешь на меня жаловаться? На вас жаловаться? Да, 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 в суде. Ну ты в суд собралась топать. Я буду судить Татьяну по поводу ее долга. Ты? Она что, у тебя что-то брала, что ли? Я буду представлять интересы банка. Понимаешь, нет, о чем я говорю. Слушай, да банк в суд даже не пойдет, дебилка мне. Да, скидывает, а вдруг банк не будет. Да, потому что ему не нужны, это мелочь. Максимум, что будет приказное судопроизводство, судебный приказ. И мы его отменим. Слушай, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь сама? Отменить. Я знаю, что ты так сказала, я понимаю, тебе там перда хранула на части. Да, я все понимаю. Вы понимаете, о чем вы говорите? Ты 12 лет попрошайкой работаешь, а я 14 лет юристом работаю. Заработаете денежные средства, ну молодец. Ты что, долгащик? Не, ну скажи, что ты мне в суде будешь предъявлять? Хорошо, когда юрист нарушает закон. Очень хорошо, потому что нет никакого соблюдения закона со стороны банка, я идиотка. Да, что вы говорите. Договор составлен на предвидетельствующему законодательству. И банк в первую очередь нарушил мои права, передав после получения документа, который называется «Отзыв согласен на обработку персональных данных», передал эту информацию третьим лицам. За это надо в прокуратуру, как ты успела заметить, жаловать. Сходите, сходите. А ты под запись разговора уже все свои данные сказала, если ты, конечно, не брешешь. И что, вы думаете, я чего-то боюсь? Ну вот, если ты так не понимаешь, ты же в суд собралась. Имей в виду, что в суде, и вот в этом формате тебе придется еще отбрехиваться. Почему ты так себя ведешь? Тебе сказали сразу в начале разговора, что банк передал отзыв согласен, ой, банк, клиент передал отзыв согласен на обработку персональных данных в банк и передачу этой информации третьим лицам. Ты должна извиниться и положить трубку, сука. Нет. Чего это нет? Вот скажешь в суде вот это нет, и получишь два года принудительных работ или штраф от 80 тысяч. Да, что вы говорите? Да, ты еще от имени юрлица выступаешь. А вы имущество для описи готовьте? Ты больная, что ли, а? Или что, я тебе еще раз повторяю? Нет, ты сначала в суде окажись со своими амбитными детьми. Вы тоже... Слушай, я тебе напомню, коллектор собрался подавать в суд. Так будет называться ролик. Прям не поленись, забей в ютюбе. Коллектор будет подавать в суд. И поймешь, с кем ты разговариваешь. И ты все поймешь. Простите, не коллектора. Я еще раз повторяю. Глупый вы мужчина. Глупый вы мужчина. Ну да, что сказать. Глупый вы мужчина. Ты еще раз говорю. Вот это запомни. Коллектор подает в суд. Забей в ютюбе. И посмотришь, кто из нас глупый. И кому из нас нужен мужчина. Вы пару слов знаете. Пару слов я знаю, да. Всего доброго. Давай, выясняй. Буквально через 10 минут ролик в ютюбе будет. 10 минут. Да. Да, да, да. 10 минут пока загрузится. Там подработаю. Чуть-чуть комментарии, аннотации поставлю. Чтобы люди ко мне за юридической защитой обращались. И все. Компания Алям. Еще можешь назвать. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич канал. Тоже можешь попробовать. Подпишись, кстати говоря, на этот канал. Подпишись в твою семью. Ой, как ты гнуся весь бедняжка. Подпишись на этот канал. Может быть у тебя в мозгах чего-нибудь произойдет. Какой-то сдвиг. И ты перестанешь людям названивать. И портить им жизнь. Это произошло в мозгах. Это вы себе портите жизнь. И у меня жизнь прекрасная, изумительная. Ну конечно. Ты хоть догадалась своим ущербным мозгом, что ты вообще не по адресу сейчас зазвонилась. И никакой с тобой не супруг разговаривает с этой гражданкой. А юрист ее, адвокат. Что тебя слушать-то? Что ты мне можешь сказать хитрого? Как-то вы некорректно разговор ведете. Да потому что с тобой. Я тебе в начале разговора сообщил и предупредил, что ты не имеешь никакого морального права сейчас рот разевать. Потому что отзыв согласия на обработку персональных данных и передачи этой информации третьим лицам был лично мной составлен. И клиент подписал его и отправили в банк. И я расцениваю этот звонок не больше как мошеннический, бандитский. И с бандитами я разговариваю именно так, как ты слышала. Прокуратура вас ждет. Меня ждет прокуратура. По какому поводу? Я там бываю по три раза в неделю. Пишите заявление, что вот такие вот нарушили законы. А мы как работали, так и будем работать. Ты работай, но только мозги включай. И вы знаете, что вы не правы. Да вам работать до Нового года осталось. И вы сейчас мне что-то... Да что вы говорите? Да вот то и говорю. Вам что, и пыль? Вот завелась, а? Вот чердочок рвет там тебе. Знаешь, как часто я с таким... А давайте проверим. А давайте бездавайте. С января месяца 2017 года. Будешь работать? Ну работай. А что ты детям своим рассказывать будешь, когда-нибудь у тебя появятся, если появятся? По поводу чего? По поводу чего? Что ты в жизни доброго сделала? Полезного? Я помогаю людям выходить из сложных ситуаций. Ты помогаешь людям? В ютюбе, посмотри, кстати говоря, комментарии люди писать будут на твое вот это заявление, помощницами. Ты надеешься на то, что тебе попадется какой-нибудь ущербный человек со слабой психикой и нервами. И ты вынудишь его отнести последнюю, подчеркну, последнюю копеечку в банк. После чего тебе шлепнется там еще какая-нибудь копеечка на твою зарплату. Да что вы. Ущербная, ненормальная особь. Зато штраф не будет перебачивать человек. Описью имущества не будет расплачиваться. Да ты даже не понимаешь, что ты говоришь. Люди, которые разбираются, хохочут над такими заявлениями, вот такими, как ты. И вот это заявление рассчитано на то, что человек ничего не понимает. В курсе, да? Конечно. Конечно, вот правильно, конечно. Вот именно подтверждает. Ты даже выражаешься, как уличная баба мне. Конечно. Что ты аргументировать можешь? Вы выражаетесь. Вы как выражаетесь. Да потому что я тебе объяснил. Я разговариваю с мошенником. Если бы вы изначально начали конструктивный разговор, я бы, может, разговаривала с вами. Что там у тебя в методичке еще написано конструктивно? А вы сидите, сосед, наверное, или собутыльник ее, и что ты мне тут докажешь? Вот, ты видишь, какая это свинья, а? Я тебе уже сообщил, что меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Я представляю интересы этого человека на основании нотариальной доверенности и подписанного договора. Мною составлена в первую очередь была претензия. Я не вижу данной документации на слово «Верить я вам тоже не намерена». Да ты не верь. Ты вообще не верь. Ты самой себе хотя бы поверь. Иногда в зеркало посмотри и скажи сама себе в глаза, чем я занимаюсь. Отличная работа моя. А, все, ты конченая просто. Просто, понимаешь, вот я сейчас смотрю в окошко, у меня уборщица, дворник, убирает листья. Вот у нее хорошая работа по сравнению с тобой. Она пользу людям приносит. Она порядок во дворе на ноль наводит. Ей зарплату платят. А ты? Я тебе не буду учить в коем случае. У тебя уже клапан, через который информация поступает полезная, перекрылся. Ну, как ты, не, хорошо, по-хорошему, как ты помогаешь людям? Как? Вот скажи мне, пожалуйста, в чем твоя помощь заключается? Я же вам уже объясняла. Ну, объясни еще раз тупому мне, трудному, в чем твоя помощь и еще тысячам слушателей моего канала. Послушайте, запись разговора, у вас запись разговора идет. Ну, еще раз пропустил. Скажи еще раз, ну, что ты, не, ну, если ты так гордишься своей помощью, ну, повтори еще раз. Вот я повторю, я помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Вы просто тратите свое время, понимаете? Ну, вот, потому что ты не знаешь, что сказать. Время твое. Время твое безнадежно дешевое. Я знаю, что вы там сидите и ничего не делаете. Я хочу, чтобы у тебя времени вообще было вагон, чтобы ты не знала, куда его применить. Всего доброго. Ну. Субтитры сделал DimaTorzok